Артек рассчитывает на полную загрузку в этом сезоне. Международный детский центр готов распахнуть свои двери хоть завтра, рассказали в руководстве лагеря. Традиционно юных отдыхающих начинали принимать в апреле, но администрация Артека рассчитывает не только на сезонную, но и на круглогодичную работу центра. Как Артек будет встречать первую смену узнавала Екатерина Сабинина. Артеку 89. Сначала он был небольшим палаточным лагерем в Гурзуфе. Теперь один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. Площадь международного центра больше 200 гектаров. Живописный ландшафт, уютные корпуса и профессиональные педагоги. Здесь есть все для активного отдыха и оздоровления. Ежегодно Артек принимает до 30 тысяч детей из разных стран мира. На территории центра 10 лагерей. Большинство из них уже отреставрировали. В плачевном состоянии лишь алмазный. Это единственный лагерь из 10, который не принимает детей. Здание корпуса стоит на оползне. На капитальный ремонт нужны миллионы гривен. Но деньги из государственного бюджета Украины так и не поступили. Алмазный рассчитан на 450 мест. Его работу заморозили еще 12 лет назад. В администрации Артека надеются, лагерь восстановят. Помощи ждут от властей республики и России. Мы очень надеемся, что руководство Российской Федерации, руководство Крыма найдут способ профинансировать эти работы. И нам жизненно необходим Артеку лечебный корпус. Стоимость работ по завершению его где-то составляет 70 миллионов гривен или порядка 285 миллионов рублей. Ремонт – дело важное, говорят в администрации Артека. И спешка здесь неуместна. Торопиться нужно в другом вопросе. Сейчас голова болит о том, как перейти на российское законодательство. Это касается и образовательного процесса. В Артеке школа и опытные педагоги. И они готовы работать по новым стандартам. В России не так давно вышел новый закон об образовании. Вышли новые государственные стандарты обучения. И мы с коллегами говорим сегодня именно об этих вопросах. Сейчас учителя осваивают быстрыми, скорыми темпами программы обучения. В российской школе сравнивают, анализируют, какие темы, каким образом давались. Посмотреть, в каком состоянии находится всемирно известный лагерь, приехали и специалисты из России. Делегация Всероссийского детского центра «Орленок» работает с крымскими коллегами в усиленном режиме. Говорят, готовы оказать любую помощь. Российская система образования сейчас в стадии становления и перехода на новые образовательные стандарты позволяет нам совместно эту работу проводить, опытно-экспериментальную, по разработке интересных образовательных программ и внеурочную деятельность. Вскоре у сотрудников Международного детского центра будет больше шансов и возможностей развиваться. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила придать крымскому «Артеку» статус Международного президентского детского центра. Екатерина Сабинина, Всеволод Матросов. Время новостей. «Артек».